Привет! Вы на канале Вадима Карасева. Если вы еще не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Лана, это проект Вышка. В прямом эфире для вас работаем с Вадимом Юрьевичем Карасевым. Вадим Юрьевич, рада вас видеть. Да. С понедельника всех. С новой трудовой неделей. Абсолютно. Очень приятно быть в вашей компании, в компании нашего уважаемого зрителя в такие непростые смутные времена. Вадим Юрьевич, что же мы с вами сегодня собрались в этот прекрасный в лобках, скажем так, понедельник, чтобы рассказать очень важную аналитику для нашего зрителя. Есть повод, есть повод, даже их несколько. Во-первых, я бы хотела сегодня с вами обсудить, что у нас происходит на Харьковском фронте. Уже высказался президент в сегодняшнем своем вечернем заявлении, сообщил, что ситуация непростая, но мы держим, держим удар под российским натиском. Однако же ситуация непростая в том же Ловчанске. Я бы хотела также с вами обсудить и вот наши оборонительные, скажем так, подготовительные работы перед российским контрнаступлением, наступлением нашего врага. Очень много замечаний, в том числе от наших военных. Ну и, конечно, мы с вами не можем обойти вниманием кадровой перестановки военно-политическом руководстве Российской Федерации после инаугурации Путина. Я думаю, Вадим Юрьевич, с этого мы с вами и начнем. Итак, будущий министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Рефлексирую западную прессу на его, скажем так, назначение. Например, в «Файнашн Таймс» называют его абсолютно, цитирую, «некоррумпированным и технократом». Его назначение указывает на то, что Путин хочет кардинально изменить подход к двухлетнему вторжению в Украину, получив более тесный контроль над огромными российскими оборонными расходами. Куда делся Шойгу? Шойгу хотят назначить на пост секретаря Совбеза вместо Патрушева. Патрушев, где будет задействован, пока неизвестно, хотя сообщается в сводке, что для него тоже подготовили какое-то место. Но его сын оказался в новом правительстве Российской Федерации. Вадимир Ильич, в общем, я вот так вот кратко описала суть происходящего. Как вы для себя трактуете данные перестановки? Ну, Шойга идет на повышение. Белоуса ведет на очень важный участок работы. Он связан не с самой военной операцией. Ну, может быть, связан со СССР по стольку, по скольку и с войной. Он связан с тем, что все страны вступают в большой милитарный цикл, или военно-политический цикл, он новый, с большими военными бюджетами и тратами. Уже приводились данные, что 7% ВВП на оборону идет или на войну идет Российской Федерации. Увеличивается стоимость военных проектов, вооруженных проектов, подготовки новых систем вооружения, кстати, во всем мире. Так, никогда не, ну, очень редко в любой стране укладывается в сроки, растет сметная стоимость. Ну, потому что, когда проект лоббируется, например, одна сумма, потом, когда он запускается, получается, что сроки летят, сумма увеличивается, и, например, там один проект вооружения строил, там, вооружение, системы вооружения стоил, там, несколько миллиардов, увеличивается в 2-3 раза. Это специфика военного производства, оружейного производства, оружейного планирования. Вот в условиях, в нынешних условиях так и было. Поэтому это новая холодная война, новая гонка вооружений, высокие военные бюджеты. И встает вопрос о том, как их правильно экономно потратить, потому что можно потратить и на тупиковые виды вооружений, которые никто ничего не принесет. Вот сейчас в военной литературе, в военно-аналитической литературе приводится такой факт, что до Второй мировой войны никто же не разрабатывал атомную бомбу, а она оказалась самым серьезным оружием уже на исходе Второй мировой войны и в Холодной войне. И фактически определила специфику всего милитарного цикла или военно-политического цикла 45-го года, ну, наверное, даже до сих пор. Наверное, даже до сих пор. Никто не занимался разработкой атомного оружия. Никто его не проектировал. Много тупиковых было вещей. Но вот во время войны она подстегнула. Кстати говоря, и будем сейчас подстегивать вот эти новые принципиальные виды вооружений. Тут не беспилотники. Тут беспилотники это так себе. Ну, например, это лазерные космические виды вооружений, ядерный реактор на околоземной орбите, вот то, что Россия разрабатывает, ну и так далее. Поэтому что тут важно? Значит, изменить подходы к военно-политическому и военно-техническому оружейному планированию. Это должно быть перспективное планирование. Оно должно быть четко обоснованно. Четкий контроль над финансированием и тратой денег. Тут должен быть специалист гражданский, который удален от всех лоббистских групп военных, потому что каждый вид вооружения лоббирует свое, скажем так, свое оружие. МВФ, военно-морской флот, говорит, что вот это надо. Это в любой стране. Военно-воздушные или военно-космические силы, говорят, что вот это чудо-роже нас спасет. Сухопутники говорят, что нужен какой-то танк. Кстати, посмотрите, танк-армата. Мы, по-моему, на прошлом встрече с вами говорили о том, что на параде его не было. Это обратило внимание, на военном параде, 9 мая. Это обратило внимание западная пресса. А почему? Потому что мир не работает. Дорогой. И еще недоработанный. Поэтому его нет на поле боя, хотя пиарят его уже, наверное, лет 15, если я не помню. Поэтому Белоусов должен сделать топ с точки зрения руководства военного, военно-политического руководства. Что в свое время сделал Роберт Макнамара, министр обороны США, 1961-1968 год. Кеннеди, когда Джон Кеннеди был президентом, начать его команду, он поставил ему задачу. Первое. Убрать военный лоббизм, родов войск. Кстати говоря, в Америке это особая история, потому что там отдельно есть Министерство военно-воздушных сил, Министерство военно-морского флота, ну, морская держава. И, кстати говоря, когда Макнамара пришел делать реформу Министерства обороны, военно-техническую реформу, реформу всего Министерства обороны, что он сделал? Первое. Он создал общую военную разведку, главное управление разведки военной, потому что у каждого вида вооруженных сил, воздушной, военно-морской, была своя разведка. И, получая информацию, например, там через Конгресс надо было выбивать бюджеты, вот эти отраслевые разведки, они манипулировали конгрессменами, сенаторами для того, чтобы пролоббировать свою пользу тот или иной вид вооружений. Так вот, это было закончено с этим. Макнамара, он стал гражданский человек, он тоже профессор, то ли экономист, то ли международник, но менеджмент главное здесь, но не военный человек. Поэтому, первое, военную разведку общую создал. Второе, убил этим самым военный лоббизм родов войск, это два. В-третьих, создал серьезное аналитическое управление, куда набрал выпускников Гарварда, всех кинтенков там, фабрик мысли, мозговых трестов. Ну, например, Рент Корпорейшн, которая, кстати, возникала как аналитическая структура военно-воздушных сил США, а потом превратилась в серьезную корпорацию, которая работает на Министерстве оборудования. Вот увидите, фактически сейчас Россия пойдет по пути Макнамара и Белоусов, как выходец из научной, академической среды, экономической факультеты МГУ, экономическая кабернетика, их два брата, ну, я просто знаю как, не то, что мы лично знакомы, но я знаю по публикациям, по академическому сообществу, потому что, как говорил когда-то Кант, о литературной республике, все ученые там, как бы эксперты, или там политологи, экономисты, политэкономы примерно знают. Там они в свое время, помню их еще там лет 30 назад, публиковались в журнале «Плановое хозяйство», отец их известный экономист, ну, в общем-то, такие как бы династии экономические в свое время были в Советском Союзе, Кузьминов, это свекор Набиулина и отец Кузьминова Ярослава, ректора высшей школы экономики, вот он был до войны, был ректором высшей школы экономики, потом ушел, а высшая школа экономики, это прибежище, ну, скажем так, от либералов было. Так вот, Белоусов, Кириченко, так вот, был главный редактор, по-моему, журнала «Плановое хозяйство» в свое время. Поэтому придут туда гражданские аналитики, у которых не будет вот этой лампасозависимости, потому что тоже, когда смотришь иногда, вот у них, ну, у нас этого нет, но у них вот это, там, или финансисты, или какие-то аналитики обязательно ходят в лампасах, имеют звание и так далее. Это не надо академическому человеку. Он не зависит от того, звания или нет, его ценят за интеллект и клан в работу. Вот отсюда, кстати говоря, почему такие, ну, не то что хвалебные, но достаточно позитивные характеристики в западной прессе про биологию. Да, кстати. Это жизнь, а зачем? Человеку, состоявшемуся в академической среде, который нацелен на поиск истины, на научные исследования, зачем им бабки, грубо говоря. Ему нужны деньги только для жизни, ну, чтобы нормально жить, достойно, так, но не заниматься разными схематозами, тем более какими-то полукриминальными вещами, которые касаются, например, черного рынка оружия и так далее. Это люди несостоятельные в банальном, материальном смысле слова, а состоявшиеся, тем более, вот из академических семей и династий. Поэтому будут делать, скорее всего, девоенизировать, демилитаризировать Министерство обороны, тем более, это гражданский министр, наверное, первый. Сердюков там, скажем, такая история, не хочу возвращаться, ну, взять Зубкова, премьер-министра, соратника Путина, так, помните, была Сердюковщина и так далее, но реформу он тоже проводил, но он был, сейчас был бизнесмен, все-таки, а Белоусов, это экономист, государственник такого госкапитализма, солыпинского типа, это два, но третье, хороший аналитик, который понимает, что раскочегарить, демилитаризировать и сделать штабом, центром военной мысли, военной аналитики, военно-технического прогноза, военно-технического планирования, могут сделать кто? Ну, как говорят, в таких случаях яйцоголовые, то есть, люди с интеллектом, военно-интеллектуальная элита, как хотите, я к чему это говорю, мы должны понимать, что это серьезно, для нас серьезно, это раз, а во-вторых, то, что даже не проблема в нас, это проблема для Запада, пусть Запад над этим ломает в голову. Ну, Владимир Ильич, если можно, секундочку, я просто хотела сразу, чтобы у нас был какой-то фидбэк для нашего зрителя, потому что сейчас в нашем чате достаточно критикуют, значит, Шойгу, там по делам, что его уволили, я не знаю, граждане какой страны. Да его повыслили, ну, что же вы уволили, его повыслили. Ну, типа облажался, знаете, со своим замом, я так понимаю, про Иванова идет речь, ну, это такое, да, мы просто реагируем на то, что пишут наши зрители. Я вот, когда с вами задать вопрос, я учусь, кстати, вот нашего с вами вообще знакомого Алексея Куща, украинского экономиста, очень известного, толкового человека, с огромным уважением мы к нему относимся, его человека, экономиста там с большой буквы, да, я не то, что сейчас хвалю, да, я просто говорю то, что есть, то, что пишет там западная пресса. Человек способен, показал свою способность обходить санкции. Человек, который сейчас будет еще больше бюджетных денег выделять на оборонку, то есть полностью идет милитаризация экономики Российской Федерации. Для нас это плохой знак, говорит Алексей Кущ. И чем мы будем парировать, Вадим Юрьевич, чем будет парировать Запад, потому что на такую перестановку они не смогут не отреагировать. А как у них милитаризация экономики, мы с вами видим. Если что-то я пропущу, мы повторим этот вопрос, ну, чтобы ответить так. По Шойгу. Шойгу назначается секретарем Совета Безопасности. Там секретарь, это вообще СНБ, как там у них, СНБ, это не отстойник для, это серьезный орган. Поэтому первое, он давний соратник Путина, это два. Третье, ему, председателю, там у них председатель Совета Безопасности, переподчинен, выведен из состава Министерства Обороны, Федеральный Совет по военно-техническому сотрудничеству, это так называемый. Это то, что касается закупок импортных, военных, с большими суммами. Он теперь выведен из подчинения Министерства Обороны и от Белогосова и передам Совету Безопасности и Шойгу. Второй момент. Он остается заместителем Путина, так называется, военно-промышленная комиссия Российской Федерации, председатель, президент и заместитель Шойгу. Это два. Понимаете, если бы просто он не справился, это важно понимать. Почему? Потому что мы, если мы станем на точку зрения, что Шойгу уволили или там понизили, мы-то, например, делаем вывод, что Путин недоволен прохождением войны. Да, да. Нет. Вот это ошибка. Он как раз все, не то, что доволен, его вполне это устраивает, как оно идет, все, особенно вот сейчас идет. Просто оптимизируется система военно-политической и военно-экономической, военно-технической организации государства, еще раз вдумайтесь в эти термины военно-политическая, военно-экономическая, военно-техническая организация государства и военная организация государства. Это очень важный момент, а не то, что там Минобороны и так далее, и так далее. Нет, это организация, система, это два. И третий момент, значит, они соратники, кстати говоря, все понимают, вы знаете, вот может кто-то забыл, а может кто-то знал, что-то министром был первым в правительстве Гайдара Чубайса, он создавал министерство по чрезвычайным ситуациям, он был, он в правительстве и вообще на государственную должность с 92-го года, с января или февраля, когда там у них правительство, нет, в ноябре 91-го, но фактически начал он работать с 92-го, он создавал министерство по чрезвычайным ситуациям, эту модель потом опробовали все, и во-вторых, он героя России получил в 99-м году за Чечню, за Дегестан и за Чечню, а не сейчас, поэтому мы должны понимать, что пока Путина все устраивает, но не все устраивает, но что его устраивает и то, как идет военная кампания или война устраивает их, и мы должны из этого исходить, а не строить себе такие хорошие комфортные теории, что вот убрал, потому что сейчас будет что-то делать, что-то там какие-то будут стряски, ничего не будет, методично будет это все продолжаться, как продолжалось, Герасимов остается начальником генштаба, поменялся министр, у него задача на перспективу и на планирование перспективных оружейных разработок, которые должны пойти в серию, а вот в серии мобилизационной военной экономики будет заниматься Денис Мантуров, молодой, тоже вице-пример, который был министром промышленности, это по сути ВПК, поэтому, когда говорят, что переход в Белоусовой это означает новый скачок мобилизационной экономики, нет, это скачок в аналитике военной, военной организации, а будет ли это военная мобилизационная экономика или как, это уже будет зависеть, во-первых, от решения Мишустина, кстати говоря, тоже есть версия, что Мишустина не очень насрал Белоусов, потому что Белоусов жесткий госкапиталист, в то время как Мишустин ближе к либералу-финансисту, хотя это условное деление, но тем не менее, Мишустин-то до этого был главой федеральной налоговой службы, которого он нацифровал, полностью сделал ее современной и так далее. Так вот, мобилизационная экономика, это все, и деньги на эту экономику будут идти, так, вливаться в экономика предложения. Что такое экономика предложения? Это, кстати, идея Белоусова. Экономика подстраивается не под спрос. Вот что надо, мы произведем, а наоборот, предложение формирует, что надо, вот стратегические цели ставятся, что надо в стране, например, я не говорю сейчас про Россию, вообще в принципе, что надо в стране через там 10 лет, разработать какой-то супер-пупер вид вооружения. Ставится задача целевая, такой приоритет, ресурсы изыскиваются, и вот вливаются деньги, и таким образом формируется спрос. Не ждут, пока рынок сформирует спрос, а мозговые центры, аналитические центры, военная экспертиза, военная аналитика, военная политология, военные экономисты, формируют вот этот запрос, и под этот запрос выделяются ресурсы из бюджета, бюджетные программы, для того, чтобы выделялись они правильно, четко, под контролем, и не разбазаривались, и не разворовывались, вот для этого будет и белорусов заниматься со своими новыми сотрудниками. и все, скажем так, демилитаризация министерства обороны, вот в таком ключе она будет происходить. А интересно, я прошу прощения, зачем все-таки, это то, что зрители спрашивают, зачем так активно и публично подсвечивали эту коррупционную историю с замом Шойгу, да, если бы никаких претензий могли бы замять? Ну, если бы серьезно, нет, подождите, замять, так вот, во-первых, давайте так, вот все думают, что это просто так, вот там все можно замять или не замять или не говорить или так далее. Так? Для того, чтобы, наверное, все-таки не только же касается Иванова, там же от других замминистров тоже это касается, там, металловиков и так далее. Для того, чтобы все-таки демилитаризовать министерство обороны, это раз. А во-вторых, еще раз говорю, если бы нужно было дело Иванова раскрутить для того, чтобы свергнуть Шойгу, то зачем его ставить председателем, главой Совета Безопасности России. А это, еще раз говорю, это координационный центр по проблемам безопасности, внутренней и внешней безопасности. Кстати говоря, поэтому она и будет немножко переходить, от Патруша более секретарный безопасник. А Шойгу, как министр обороны, более военной безопасности, это на военной безопасности, не на, скажем так, внутрисиловой, а на военной безопасности, не контрразведывательной там и разведывательной, а именно военной. Потому что главное сегодня это военная экономика и оружие. Войны выигрываются тылом, войны выигрываются экономикой, воины выигрываются финансовыми. Что-то я упустил, если нет, давайте вернемся к вопросу, я тогда доведу это. Да, Вадим Ильич, я спрашивала вас, как надо, чем парировать? Да, есть какой-то ход, вот сейчас его Путин сделал, вы поанализируете, что надо, чем мы парировать будем и, собственно говоря, Запад? Ну, смотрите, это Запад пусть парирует, это раз, два, два, и Путин парирует то, что не сделано у них, в отличие от Запада. Я вам реформу Макнамары говорил, говорил, да, гражданские министры, обороны, это европейский подход и западный подход, это два, это Запад, вот они парируют как. Больше яйцоголовых умных аналитического склада ума рационально мыслящих патриотов должно быть у власти. Не просто патриотов, лояльных, так, а вот именно патриотов-интеллектуалов, потому что главная битва сейчас в военной сфере будет, знаете где, за что? За искусственный интеллект. Это главная битва сейчас. Потому что всегда на протяжении всей истории технологический или там научно-технический прогресс это результат военных действий, это результат военной конкуренции, это результат войн. Первая мировая война. Только-только появились танки-самолеты, во второй мировой войне, танки-самолеты уже были передовым, скажем так, оружием. Так в основном война вторая мировая это битвы танков и самолетов. Воздушные бои и танковые бои. Теперь бессилотники, которых надо, кстати говоря, Запад, сейчас я скажу, на что Запад должен ответить. Я говорю сейчас, на что Россия отвечает. И вот это сейчас будет военно-космическая сила. Кстати, Россия перешла на военно-космические силы раньше, потом Трамп из-за Лукашева. Они тоже создали. Вапанизация космоса, не просто милитаризация, когда космос используется в военных целях, например, спутниковая разведка. А это милитаризация называется. А вапанизация это оружие космическое. Размещение в космосе на околоземных орбитах оружия военного. Так? И мы знаем, это оружие как бы не фантастика. Это уже история, которая имеет свою историю новейшую. И за что будет борьба. Поэтому главное будет сейчас это военная война дает толщок военно-технологическому и просто научно-технологическому прогрессу. Главное тут битва будет за искусственный интеллект. Китай, Россия пытается догнать Соединенные Штаты Америки. Теперь, что будут делать Запад, как должен ответить? А в чем проблема вот наша и Запада? Ну, допустим, у нас хорошо вот эти все гаражные дроны, бессилотники, но это не крупно-серийное производство. Выпускается мелкими сериями, небольшими сериями. А должен быть работать конвейер. Крупно-серийное производство современного оружия в Европе должно оно быть. Это должен быть или европейский ВПК. Но скорее сама страна не вытянет. Ни одна страна не вытянет. И Путин это понимает. Что ему придется столкнуться с ВПК европейским, например, евросоюзовским ВПК. Это серьезная кооперация, потому что это, ну, извините меня, в НАТО там 32 страны. Ну, примерно столько же в Европейском Союзе около 30. А если взять там Раштамп 50 стран. Поэтому надо тоже Западу с одной стороны перейти на крупносерийное производство и тоже подумать об обновлении линейки вооружений. Потому что все понятно. Абрамсы, леопарды, ну, хорошая вещь. Ну, уже, скажем так, не для будущих битвейцев, не для будущих войн. Без пилотники, как их производить. И у нас тоже, потому что у нас проблема в ИПК в чем? У нас, я так понимаю, может, я чуть наживаюсь и может быть, ну, я думаю, что это никакой не секрет, что мы размещаем отдельное военное производство, ну, так, чтобы они не стали объектом бомбардировок каких-то гражданских сферах. Ну, например, какой-нибудь там ресторан и тут какой-то комнатуха, наверное, там, где дроны делают или еще в каких-то вещах. Ну, это так, это, знаете, как бы, как говорил когда-то, три вида производства у Маркса. Простая кооперация, мануфактура и фабрика. Так вот, должны быть фабрики, заводы, военные, а не просто какие-то полумануфактурные производства, энтузиазов, каких-нибудь там компьютерщиков, цифровиков, которые там где-то на коленке клепают эти беспилотники и дроны и поставляют их в армию. Это должно быть на серьезной системной основе. Вообще, эта проблема, надо подумать, как улучшить у нас систему военной организации государства, военно-технической, военной экономики, которой нет, потому что ее вообще никакой сейчас нет, кроме поступления, ну, есть там, ну, для поддержания, как говорится, жизни, так и получили бюджетные деньги европейского союза. Вот военной экономики, как ее строить, отстраивать. Потому что, если война, холодная война, ну, не такая война горячая, а вот холодная война, военная конкуренция, надолго, значит, у вас экономика должна, теперь фундамент должен быть создан такой экономики, которая может играть в долгую, в конкуренции вот этой новой гонки вооружения. Ну, и, конечно, будут делать выводы, американцы будут делать выводы, у них много проколов, они, вот это, как остановились при Макнамаре на строительстве вот таких больших авианосцев, авианесущих групп, так, потому что там 9 морских, флотов, американский по всему миру, авианосцы, истребители и так далее, но они уже не совсем срабатывают, потому что война становится, во-первых, более сингулярной, в том смысле, что, ну, как минионы, так, мини, как синглы, вот есть диск большой, а есть диск маленький, однопесенный, так, вот, ну, что там, как бы, какой-нибудь, этот, хустит, может, какой-нибудь ПСДРК или хорошую, такой и так, может останавливать все морские коммуникации, поэтому, все это надо сейчас, вот здесь американцы провалили, в том числе, провалили и модернизацию своих ядерных, ядерного оружия, оно у них не такое, как триада, например, у России, у них больше на военно-морскую составляющую, на морскую составляющую, так, ну, сейчас все пойдет, все пойдет, еще раз говорю, это не касается непосредственно поля боя в Украине, но напрямую не касается, это касается перспективы, это касается того, каким будет, по крайней мере, как всегда, кстати, говорю, было, до середины 21-го столетия, каким будет мир, и какая будет новая военная эпоха, или, говоря таким, научным, академическим языком, какой характер, какие очертания, и какие технологические новинки, инновации, мы будем наблюдать вот в этом новом военно-милитарном цикле, или в милитарно-политическом цикле, извините. Владимир Ильич, вы говорите, да, вот мы говорим про нового министра обороны, там, экономист, технократ, и я вот, да, когда вам задала вопрос, чем мы будем парировать, да, что вот в нашей организации экономики, военной экономики, да, как она происходит, почему мы вот так вот, да, не можем как-то догнать, или не смогли подготовиться к этой полномасштабке, к российскому второжению, я просто вспомнила, ну, ради смеха, как называлось себе первое правительство нашего президента Владимира Зеленского, помните, уряд технократов, правительство технократов, да, ну, как-то что-то вроде пошло не туда, однако же, когда я, опять же, заговорила, про чем парировать будут наши европейские, скажем так, партнеры, потому что они все-таки ближайшие, да, если мы видим, что Америка в связи со своими политическими турбулентностями сейчас, да, дает какую-то, не то что заднюю, но, да, пытается вот отдалиться, неоднократно говорилось, что, да, Европа больше должна заниматься все-таки архитектурой войны России против Украины, мы смотрим, мы смотрим, как сейчас Европа налаживает свое, вы пока не сказали, что производство снарядов для Украины, вот, само производство будет только налажено к 25-26 годах, ну, вот, знаете, вот так вот все немножко, не быстро, скажем так, не быстро, поэтому я говорю про паритет, будет ли он у нас, чем будем, собственно говоря, отбиваться, вот так, если простым языком. Да, Владимир Юрьевич, если позволите, вот, да, уже просит зрителей на следующую дему переходить, тема Харькова, сейчас очень там горячо, я читаю главу Харьковской полиции Владимира Тимошко, он говорит, что Волчанск сейчас превращается в Бахмут или Маринку, за последние три дня город пострадал так, как не страдал с 22-го года, количество ударов авиабомбами зашкаливает, проводится эвакуация населения, в общем, все эти кадры мы наблюдаем, очень непростая ситуация, и тут, да, со вчерашнего дня, по-моему, вспыхнул скандал с тем, как мы сооружали наши оборонительные, фортификационные, значит, разного рода мероприятия, как мы их создавали, ну, военные скептически относятся и критически относятся к данным фортификациям. Ну, читаешь, значит, местную центральную власть, говорят, все враки, все подыгрыванию Кремлю, все дезинформация, все мы строили, и бюджетные деньги осваивали грамотно. Но вот не только, там, Денис Ярославский, да, вот, критикуют эти фортификации, я смотрела, ряд других военных относятся скептически, ну, вот, давайте это обсудим, как мы готовились, ведь по информации нашего ГУР, Главного управления разведки, мы знали, что Российская Федерация собирается наступать на этом направлении задолго, собственно говоря, до самого наступления. Как вы оцениваете ситуацию сейчас на этой, на этом участке боевых действий? И, собственно, да, основная стратегическая задача врага? Ну, смотрите, ну, допустим, военный, который пишет там у себя где-то в телеге или в ТикТоке о том, что там где-то не такая фортификация. Но он же по своему, по своему, скажем так, опыту, окопному, полевому, он знает всю систему фортификации. Поэтому, понимаете, вот это сразу делать общие выводы, такие загальные выводы, это не совсем правильно. На одном месте может быть, да, плохо, на другом хорошо. Это первое. Второе. Не надо это все разменять, потому что это вот наша, знаете, привычка, я не знаю, политику делать в телеграм-каналах, в ТикТоке. Потому что это достает. Но я не говорю, что он продуктивно во время войны, что-то сеет, там, панику. Помимо того, что может быть, есть для этого основания. Значит, нигде работает информационная политика в стране, нормальная. И легалимая пропаганда, с одной стороны, что все хорошо, одни герои. А с другой стороны идет чернуха-парнуха военная. Это тоже неправильно. Значит, должно быть выработано четко средняя линия, включать мозги надо. Понимаете? Потому что то, что движутся танки, или там движутся группы, или там стреляют, или там летают беспилотники, взрывы, бомбежки и так далее, это ничем не говорит. Это визуальная составляющая войны. А аналитическая составляющая войны, она несколько другая. Давайте к ней перейдем. Ну, первое. Я сейчас не буду говорить там плохо, хорошо. Конечно, нехорошо. Но прорыва, катастрофы нет. Почему? Потому что бои идут в предполье. Понимаете? Это не основная территория. Это предполье, это там, где ничья, нейтральная полоса для боев. Это предполье насыщалось противопехотными, против какими-то другими инженерными сооружениями. Недостаточно хорошо. В отличие от России, когда в 23-м году шло наступление, Роботино, Вербовое, это тоже предполье было. И основная линия обороны только туда, линия Суровикина после Роботино и Вербового шла. Но туда мы не дошли, потому что предполье было настолько хорошо подготовлено, что мы не смогли выйти в 23-м году даже на первую линию обороны ихнюю. Вот сейчас борьба идет за то, в чем проблема. Выйдут ли они нашей линии обороны первой подготовленной или нет. Ситуация сложная, потому что у нас нет такого ресурса инженерного и минного, какой был у Суровикина и у Ставицкого, командующего инженерными войсками Российской Федерации, генерал-лейтенант Ставицкий. Нету. И во-вторых, обратите внимание, НАТО нам тут не очень большой помощник, но мы-то ведем войну за счет вооружений НАТОвских, а они в этом смысле в сухопутном, это не их фишка, не их конек. У них конек, хаймарсы, там, самолеты, Су, С-35, извините, и какие-нибудь высокоточные виды вооружений, хорошая цифровая разведка, так, Старлинк, дроны, которые контролируют поле боя, и где мы опережали русских в течение 22-23 года, они нагнали, ради справедливости нагнали, благодаря, в том числе, усилиям Мантурова, того же Белоусова и так далее. Но, еще раз говорю, на линию обороны, первой линию, организованной, подготовленной обороны, они еще не вышли. Борьба идет здесь. Второй момент. Россия пока не включает все свои резервы. И мы не включаем все свои резервы. Еще рано говорить о том, что уже скрепнулись два, скажем так, два-две военные машины, вот на линии обороны первой нет. Русские пока щупают, где можно или нельзя прорывать, стоит ли рисковать или нет. Тест-драйв, да. При том, что, понятно, откроешь, посмотришь телевизор, кругом, война, взрывы и так далее. Но на самом-то деле, Россия еще не делала свои основные войска. Она щупает пробелы, прогалины там в обороне и так далее. Так, мы тоже не все свои предпорья. Мы держим основные резервы вот на первой, второй, третьей линии обороны. Надеюсь, что они подготовлены. Хотя бы вторая подготовлена. Почему Россия? Они на нас смотрят, сколько у нас резервов. Можем ли мы резервы вытянуть, допустим, сейчас Лояра и перекинуть на Харьков? Либо мы можем держать эту линию обороны без того, чтобы... и без того тающие резервы, прежде всего, живой силы, не до комплекта, 30%, так, батальонная группа. Сможем ли мы обойтись без этого? Или нам придется оголять? Вот почему там сейчас тоже как бы, хотя это неправильно с точки зрения военной науки, нельзя там силы спецоперации или там гуровцев использовать, скажем так, как пехоту или сдерживающий фактор. Ну, приходится. Потому что они только ждут, русские, чтобы мы резерв скинули, вы забрали сейчас в яру, а они там сделали прорыв и вышли на слабо. Да, да, Владимир, просто хочу уточнить, что как раз об этом и сегодня президент говорил в своем вечернем обращении. Он сказал, что это может быть со стороны Российской Федерации какой-то, знаете, типа обманного маневра, чтобы мы оттянули свои резервы, свои войска сейчас в яру. Не знаю, я не смотрел вечернее выступление. Идет короче игра генштабом. И один генштаб, и другой генштаб прекрасно все понимает. Это игра идет, пока щупа нет, кто кого переиграет, кому как повезет, на войне тоже. Это третий момент. Когда говорят, даже вот Министерство обороны России заявило о том, что под Харьков началось наступление, это тоже обманка игроку. Чтобы мы поймали на этом. Теперь, является ли это направлением главного удара? Нет. Харьков нет. Харьковское направление, да, может удастся санитарную зону, серую зону, демилитаризованную зону, но пока это не туда, никто не будет бросать все свои резервы для того, чтобы там сделать прорывы. Почему? А вот это важный момент. В принципе, чем отличаются вот нынешние, скажем так, действия на Харьковском направлении России от предыдущих? В движение пошел весь фронт. На всем фронте, по всей линии фронта фактически идут бои, идут локальные наступления, общевойсковая операция, она началась. Для чего это делается? Для того, чтобы найти такое слабое место, где прорвется, а там, где прорвут, там и будет главный удар. Наша ошибка в 23-м году была в чем, что мы сразу сказали, вот главный удар, Роботино, потом Токмак, Мелитополь и выходим куда там, на Взовское море. Разрезаем коридор этот, крымскую группировку разрезаем на южный, северный и все. И бьем по Крыму и так далее. Поэтому они там и сосредоточили основные оборонительные сооружения, минные поля именно там, не на всей линии фронта, именно там. Нам на всей линии фронта фортификационные сооружения сделали, извините меня, тысячу километров. Где такие, во-первых, где столько рабочей силы и времени сделать. Поэтому вот это вся, ну как бы люди или там просто наблюдатели или заинтересованы, они как рассматривают, что всегда должен быть какой-то главный удар и там должна быть и там все будет. Генеральное сражение. Нет. Я напомню, исторические факты. Когда шла наполеоновская армия, вот в 1812 году, вообще-то Наполеон хотел пойти на, куда? На столицу. На Петербург. Столица же была Петербург, а не Москва. И два корпуса генерала Макдональда и Удино. Их Рига и Санкт-Петербург туда ходили. Не смогли прорваться, не смогли. Оборона была. Поэтому Наполеон все переграл и пошли на Москву. И там получилось. Потому что Москва была менее защищена, более голена, чем Петербург-столица. Поэтому, а потом сказали по факту, что это вот так Наполеон на Москву и хотел. А зачем это Москва? Если столица и Александр Первый находили, царский двор находился в Петербурге. Так было. И во время Второй мировой войны Великой Отечественной войны. Саленградская битва или битва под Саленградом, она не планировалась как таковая, как перелом в войне. Потому что главной задачей у Гитлера была Москва. В 1941 году не получилось. Начали в 1942 год армии, группы, центр. Но Сталин понимал, что он на Москву пойдет. Поэтому там были все резервы были собраны. Воронежский фронт, если я так ничего не путаю. Воронежский фронт, резервный фронт. Так Жуков командовал. Опять у немцев не получилось на Москву. Тогда Гитлер что, решил? Что хватит уже второй раз получать котлуб битвы под Москвой и проигрывать битву под Москвой. И свернул на юг. Пошел на Саленград. Якобы за нефтью макинской нефтью. Зачем же еще? Там вокруг Сталинграда быстренько тоже советская армия не была готова. Поэтому быстренько резервы перекинули в степной фронт армии Чуйкова. генерал-лейтенанда Чуйкова. Потом Сталинградский фронт. И вот Сталинградская битва вот это же начиная там где-то с октября и до февраля она была. И потом и сериографии Второй мировой войны и Великой 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 Войны Сталинградская битва стала как бы генеральным сражением и началом стратегического перегома пользу Советского Союза антигитлеровской камернице. Сейчас то же самое будет. Получится в Часлом Яре. Хорошо. Не получится будут искать. Там где прорвется вот что и ждет сейчас ищет Генштаб Российской Федерации и группировки военные по всей линии фронта. Слабое место. И готовится десант на Днепре внизу. Это прежде всего найти слабое место. там ударить и так и дальше пойдет война. Если потом... Надеюсь не найдут. Простите, что перебиваю. Ряд свежих заявлений по поводу харьковского направления. Секретарь РНБУ Украины Александр Литвиненко заявляет, что не видит угрозы наступления на Харьков непосредственно. Однако я сегодня общалась с генерал-лейтенантом. Вот в эфире он говорит, что есть опасность, что артиллерия врага может наблизиться от дорожей пусковых, собственно говоря, и Харьков может быть под обстрелом, поэтому крайне важно, чтобы наши ребята отодвигали врага дальше, не давали ему продвигаться. Это что касается безопасности местного населения. Хотя тоже сейчас считаю, что говорят сами харьковчане, что люди с детьми пытаются уже немножко выезжают. Я не буду сейчас да, я не буду там да, конечно, это просто реакция. Какой военный смысл подтянуть ствольную артиллерию бить по Харькову? Я не вижу военного смысла. Обойти, обойти и все. И не надо его бить. Понимаете? Вот и все. Поэтому проблема не в этом. Еще раз говорю, проблема в том, чтобы, во-первых, Харьков не брать и разрезать выйти между суммами и Харьковом. Харьковом перекрыть логистику, а потом идти дальше туда, на Донбасс. Ну, это уже как бы можно на карте посмотреть. Харьков таковой он не нужен. Так? Нужен, если говорить о ключевых факторах, это, посмотри, в Харькове может прорваться обороны. Это может допускать, надо, надо допускать. Конечно, можно, ну, как бы, успокаивать всех, что нет наступлений и так далее. Но знаете, уже в феврале 22 года, 22 года тоже много говорили. Ничего не бойтесь и так далее. Есть риск прорыва. Поэтому надо, думаю, что Герстаб наш понимает, и он туда, как бы, здесь делает все, чтобы не было там прорыва. Но если там будет прорыв, значит, они пойдут. Ну, но не Харьков главное. Главное все-таки остается Донбасс и военно-промышленные и логистические центры. Это Днепр, Запорожье, а дальше юг, Одесса остается. Да, вот что заявляет еще лава ОВА Харьковской области. Алексей Негубов говорит, что враг изменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения. На продвижение малыми группами передвигаются по лесополосам, посадкам, кустам. Вот такая вот тактика. Однако же, Вадим Ильич, вот что я думаю, как успех в случае, мы проецируем в случае успеха, российской армии, их тактики в этом направлении. Как это будет политически использовать Путин? На каких площадках, подскажите, пожалуйста, изметь ли это как какую-то повестку, скажем так, на предстоящих саммитах? Я хочу напомнить, у нас их два, поэтому ожидается саммит мира в Швейцарии и ювелирный саммит НАТО в Вашингтоне. Июнь, июнь. Ну вот то, что сказал Синьикубов, это я думаю, что Россия туда пока малыми группами ее, она не задействовала всю ударную группировку Север для того, чтобы идти широкомасштабным наступлением. Идет игра. Ну, война тоже это игра. Ну, в каком смысле? Это война, борьба и так далее, но это тоже замыслы генштаба одного и другого. Насколько они понимают друг друга, ну, это теория стратегических игр, знаете, как она формулируется? Я знаю, что он знает, что я знаю, но что-то не знает. Мы знаем, что он знает, поэтому обмануть. Стратегия это всегда обман. Как учил Эдвард Людвард, что такое стратегия? Это когда вы наступаете, можно ехать по бетонной дороге, шоссе, это не стратегия, вы себя обнаружите. А если вы ведете проселочной дорогой, так, обходной, обводной, вот это и стратегия. Неожиданно выйти, например, в СПИЛ. Поэтому все понятно, что лов обманные движения, ловушки всякие, интеллектуальные и так далее. Много играл в ходы. Так учат военных, учат в генштабе, как это штабные игры, компьютеры и так далее. Теперь, что касается дипломатии. Ну, смотрите, если ситуация будет складываться не в нашу пользу, будут большие потери, прорывы, то понятно, что станет вопрос. А как нужно проводить в этой ситуации, во-первых, саммит в Фейцарии без России? Ну, хорошо, Индия скажет, Китай, например, если будет участвовать, Бразилия, там еще кто-то. Знаете, да оно как бы лишается смысл. Ну, как вы, у вас потеря территорий, вы теряете территории, вы отступаете, вы отходите и так далее, вы счету капитуляцию требуете. Ну, так же абсурдно, если честно так говорить. Встанет вопрос. Дальше. Уже. Ну, понятие, если я сегодня смотрю, Виктория Нулан заявляет о том, что хранить с 91-го года в ближайшее время надо забыть и так далее, и быть более реалистичными, ну, это Виктория Нулан, это же не я сказал. И даже там не Блинкин и так далее, это ее детище, ходите, Украина, так, постмайданная, Украина. И если на это говорит, значит, уже понятно, понимание идет, что Украине тяжело. И рассчитывая сегодня на какое-то контрнаступление и так далее, ну, два. Третий момент. По саммиту НАТО. Ну, понятно, что мы в прошлый раз с вами говорили о том, Курьера Деласьера, да, написали, что сапогом не участвуем, в НАТО не берем на этом саммите только когда будет победа. Но что сила в войне, когда война за начинок, война за Кольцами. Что сегодня сказал Столтенберг, генспекнатор, что если Украина не выиграет войну, то и нечего восстанавливать. Мы не берем восстанавливать Украину. А какой смысл? Если Украина проиграет войну. Мы все, не восстанавливаем. Это впервые такое заявлено. Вот так вот, такая как бы сложно подчиненность. Нет, как там, причина на Слиткове звездки сказанная. А к чему, так сказать, почему он так вот выражается именно сейчас, как вы думаете? А что? Ну, ну, это ситуация, наверное, так? Они тоже там как бы анализируют эту всю историю. Ну и, ну, а логично или нет? Ну, если Украина проиграет войну, если Россия выиграет, то чего Запад будет восстанавливать Украину? Он будет восстанавливать свою Украину. Когда Украина будет, скажем так, членом этого сообщества, когда она своей признает ее своей, но только так своим же деньги дают. А кто даст деньги на нейтралитет даже, кто даст деньги? Сами тогда давайте. Сама-сама-сама-сама. Как там? Вокзал для двоих. Четвертый момент. Уже некоторые, ну, такие серьезные люди, аналитики, дипломаты бывшие, в частности, вот, Чест Фримен, бывший посол США в Саудовской Аравии, личный переводчик Рейгана, был переводчиком Рейгана, вот, заявил, что, а если так дальше будет ситуация неблагоприятным образом складываться для Украины на линии фронта, то Россия может пересмотреть цели СВО, в каком смысле, цели СВО, это, демилитаризация, там, нейтралитет и так далее, и так далее, то есть, никогда же никто публично не ставил вопрос о Черноморском побережье, никто публично не говорил, что нам нужна Одесса, там, что мы это, а если развивать, они будут успех, так, начиная вот с Харькова, там, где-то прорвут, и пойду на юг, и так далее, вот тогда, конечно, эта ситуация очень-очень тяжелая, и тогда уже на переговоры, если запросить на переговоры, ситуация для Украины хуже будет, ну, собственно, понимаете, у нас тут, когда, вот, сталкиваешься, ну, есть, конечно, негодяи, боты, просто, живые, неанонимные, просто боты, просто мрази, но это одно дело, но если люди, которые более-менее, пытаются, как-то, понять и все, и когда ты им объяснял, что вот, может быть, нужно пожертвовать малым, для того, чтобы не жертвовать больше, не выиграть больше, в шахматах, это называется, гамбит, пожертвовать мелкой фигурой, для того, чтобы спасти партию, и сохранить короля, королевы, и так далее, люди не понимают этого, что война, это тоже шахматная партия, что ты, ты дальше продолжаешь, вот эту всю историю, если ты понимаешь, что она не имеет перспектив, ну, значит, ты рискуешь тем, что завтра ситуация будет хуже, вот турки опять нам предлагают Стамбул, два, но мы же понимаем, что Стамбул-2 будет хуже, чем Стамбул-1, если взять основу этого, к чему не призываю, я просто анализирую, так вот, ну, как бы, ну, начнутся, я думаю, что дальше начнут Украину склонять переговоры, ну, давайте там, заморозка, не заморозка, но тогда и в России же заморозка тоже не будет, если они почувствуют вот этот, как бы наступательный потенциал, и дальше, а мы будем ослабляться, и мобилизация будет тормозиться, поставка оружия будет тормозиться, или она будет уничтожаться, и так далее, то тогда уже условия переговоров будут для нас хуже, ведь американцы все время говорили, вы должны, боюйте, потому что вы должны получить лучшие условия для переговоров, чтобы Путин смирился с этим, а тут получается пока вот такая история, почему сегодня на Западе, понимая сложность этой ситуации, заговорили о том, что западную Украину сделать бесполетной зоной, сбивать российские ракеты, ну, например, на левобережную Украину. Уже опровержение. Вадим Бюрюч сегодня федеральное правительство Германии отвергает возможность участия НАТО в противовоздушной обороне Украины, об этом сообщил представитель правительства Штефан Гебештайр, собственно говоря, нет. Нет, ну смотрите, нет. Это заявил Киджи Вектор, по-моему, представитель ФДС или свободный демократ в Бундестаге, представитель СДПГ партии Шольца, сказал, что мы это не рассматриваем, но идея Пущина в массы, это раз, а во-вторых, я же говорю, это же от какого-то и отчаяния, и от того, что делать дальше, нет ответа на вопрос, что делать дальше. Сухопутные войска вводить, ну хорошо, там Эстония ведет там какой-нибудь контингент небольшой, тыловиков, ну что тыловики сделали, они только мешать будут, они что понимают, ну что они будут делать, раздавать эти берцы, или что еще. То есть нет понимания того, что делать. Раз это такие появляются идеи, ну такие на грани, эскалации, значит, а других нету реалистичных, эффективных, продуктивных, рациональных идей больше нет. значит, это говорит о том, что ситуация очень сложная. Поэтому, может быть, будут это лкать на переговоры, и, ну, на этом же как бы там, как решать. Я такие решения не принимаю, если бы, ну я имел такие полномочия, я это делал пока, как бы, не столь публично, и не надо их делать публично, но я не исключаю, что какая-то уже переговорная штука с нашей стороны тоже уже есть, и она должна быть. А если ее нет, то плохо, что ее нет. Вадим Юрьевич, всегда надо держать две. Вадим Юрьевич, хотелось бы дослушать, да, конец формулировки, надо держать две, это очень интересно. Да, Вадим Юрьевич, дверь, дверь, дверь держать, а я думала, что две, думаю, интересно. Ваш вариант. Смотрите, Вадим Юрьевич, нас, во-первых, уже больше четырех тысяч сейчас в этот момент нас смотрят, да, это вообще, это очень приятно. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, да, всем умным измышлениям Вадим Юрьевичу Карасеву, и, в частности, мне тоже лично будет очень сильно приятно. Нам обоим. Давайте две, да, давайте два лайка. Два лайка. Да, Вадим Юрьевич, ну, смотрите, я просто, во-первых, во-первых, по поводу каких-то переговоров, да, вот это вот нащупывание, тест-драйвы, как бы там ни было, это заявляет не только Виктория Нуланд, которая говорит, что граница 91-го года, это очень отдаленная перспектива, я хочу напомнить, что об этом говорит и генерал-майор, лейтенант Скибицкий, заместитель начальника ГУРа Украины, недавно он высказал свою позицию в издании The Economist, да, где ранее, помните, про тупиковую ситуацию говорил экс-главком залуженный, так он сказал, что сейчас обе стороны, обе стороны, то есть Украина и Россия работают над тем, чтобы усилить свои переговорные позиции, усилить свои позиции перед будущими переговорами, то есть вот это... Да, да, да. И Владимирич, я просто хотела сказать, да, вот мы, наверное, понимаем с вами, можем предположить, вернее так, что конечная резолюция после саммита мира в Швейцарии, она так или иначе будет корректироваться ситуацией на фронте. Если именно сейчас Российская Федерация усиливает свои наступательные действия по всем направлениям, да, мы это уже видим, мы это отмечаем, отмечает наше военно-политическое руководство, и мы понимаем, что для нас сейчас крайне важно держать эту оборону, чтобы не было Украинской Федерации козырей, и чтобы финальная резолюция была как можно больше благоприятна для нас. Мы же не рассчитываем или рассчитываем, я не знаю, увидеть финальную резолюцию, хотя бы приближенную версию плана мира нашего президента Зеленского, ну там, где и граница 91-го года, и полная капитуляция Российской Федерации. В любом случае, это будет корректироваться ситуацией на фронте. Ну конечно будет, но как нам нужно, если они в наступлении и инициатива на их стороне, ну это же не мое заявление, президент заявил, по всей линии фронта, ну какая капитуляция? Ну дипломатия, это же не охотение, желание, это можешь или не можешь. Вот и все, а это определяется на поле боя. Вот понятно, ну какая это будет. Тогда компромисс надо. И то, это будет тяжело, этот компромисс, выторговывая там, с точки зрения, скажем так, и ситуации общей военно-политической и военно-оперативной. А с точки зрения того, что с обществом в нашем деле, его тоже как бы приучали к абсолютной победе, капитуляции, там, репарации, развалу России, д-нуклеаризации, то есть уничтожение там наружу и так далее. Приучались к этому. Пропаганда приучала, ну как теперь? Да тоже надо как бы работать и с обществом работать для того, чтобы принять одну вещь. Что компромисс это не поражение. Раз, ну вторых, никогда нету абсолютных побед и поражения. Это два. Так, третий момент. Главное сохранить больше территории людей. Три. Четвертый. Главный перелетит в Черное море. Черное побережье, побережье Черного моря. Чтобы оно осталось за Украиной. Потому что борьба идет, знаете, что такое Черное море и порты Черного моря. Это экспортное окно в Африку и на глобальный юг. Где первое демографический рост, проблема продовольствия, всегда зерно украинское, российское зерно будет пользоваться бешеным спросом. С каждым годом все больше и больше. И будут менять свои алмазы и уран на зерно. А это зерно будет идти через Черноморские порты. Все. Это на 100, на 200 лет вперед. Задача. Это не шутки. Когда там, вот давайте там и давайте. А надо четко понимать, ну, я думаю, я думаю, агентштаб-то понимает военные, что, каким ресурсом воюем. По людям, даже вот западные медиаспистры, даже проблема не в оружии. Все равно у нас моб ресурс меньше, чем у России. Вот есть проблема в людях, в конечном счете. Мы тоже видим, какие контрверсии с законом о мобилизации и так далее. Проблема в людях. Поэтому немножко надо реализм включить. Я думаю, что, как бы, работаем в этом направлении, Украина работает. Но еще есть инерция вот этого всего. Что, если хочешь, знаете, ну ладно, за двумя зайцами, за журавлем. Ну, за такое, знаете, банально. Но, в принципе, это серьезная вещь, потому что вы хотите капитуляции чужой, и если вы вовремя не остановитесь, не поймете, что это невозможно, и лучше найти компромисс, и это будет победа, то тогда вас ждет капитуляция, только не чужая. Так что, что надо понимать? Что-то серьезная вещь. Территория. Территория, стратегическое значение этих территорий и так далее. Но если границы 91-го года не возьмем, ну, хорошо, Азовское море где оно сейчас? Все, ну, что тут говорить? Владимир Юрьевич, будем следовать за ситуацией, она развивается крайне динамично, как об этом и сегодня президент сказал, сегодня такая ситуация, завтра иная, в общем, много, поле для нашего с вами анализа, ну, нет перспектив, чтобы оно сужалось. Я вам крайне благодарна за этот эфир, Владимир Юрьевич, за то, что вы анализировали то, что происходит сегодня. Вам тоже спасибо. Да, и для нашего зрителя. Зрителям говорю тоже огромное спасибо, вы знаете, что мы относимся с огромным уважением и приятно читать ваши все комплименты для меня, для Вадима Юрьевича Карасева в нашем чате и в комментариях. Всем благодарна еще раз, не забывайте поставить лайк, подписаться и всем добра. Спасибо.